Андрей, вам уже 32 года. Получается, что вы довольно поздно пришли в профессиональный бокс. Почему так получилось? Почему получилось? Потому что я не планировал в профессиональный бокс. Я занимался скибоксом всю свою жизнь. Потом получил травмы колена. Но параллельно скибоксом я, конечно, выступал по боксу, по любительскому, на местном уровне. Но дальше я планов не строил по боксу. Вынужденно получает. Да, то есть у меня разрыв крестообразных связок на обеих коленях. И все, уже понял, что карьеру скибоксом приходится завязать. И тут мой приятель, мой нынешний менеджер Иван Леонтьев предложил попробовать себя в роли профессионального боксера. Мне идея интересная показалась. Я согласился. В 2014 году мы совместно начали движение в профессиональном боксе. До сих пор продолжаем это дело. А что вам сейчас ближе? Бокс, рукопашный бой или кикбоксинг? Да, бокс, конечно. Я уже ни разу ни в одном интере говорил, что я жалею, что раньше не перешел. И что у меня не получилось такого возможности пораньше оказаться в профессиональном боксе. Я очень много времени потратил на кикбоксинг. А чем он захватывает? Ну, помимо того, что он более прибыльный финансово, что там еще у него хорошего по сравнению с другими видами спорта? Ну, это более массовый вид спорта, чем кикбоксинг. Более древний. К нему большое внимание, интерес. О нем больше пишут, разговаривают, говорят. То есть, со всех сторон, с любой позиции бокс масштабный и интересный. А он сейчас проигрывает ММА? Или как? В России, к сожалению, да. А с чем это связывает? С чем связывает? Не знаю, здесь анализировать. Надо смотреть. Сейчас делают вот эти бои. UFC, Bellator. Они сводят первый рейтинг со вторым, третий, четвертым. Ну, самых сильных бойцов. И там пояса ни у кого надолго не задерживаются. То есть, это реально вызывает интерес. Конкуренции выше. Да. В боксе берут там чемпионский пояс и проводят 25 защит каких-то непонятных. И у народа постепенно тратится интерес к этому. Ну, это действительно так. Википедия пишет, что вы служили в полиции. А продолжаете ли? Служил. Сейчас уже нет. Я Академию МВД заканчивал в Нижнем Новгороде. И после Академии мне предложили двигаться по спортивной линии, выступать за МВД. Ну, вот. Я согласился, продолжил выступление. Ну, а потом так получилось, что у нас уже надо было или продолжать чисто по спорту идти, или выходить на работу. Я выбрал спорт. Ну, среди боксеров есть люди, которые работают в полиции, или работали тот же Бредис, тот же Майки Гарсио. А вот за этими людьми следите как-нибудь? Может быть, дружите в России? Такие вещи много есть. Нет. Не слежу, не дружу. То есть, не особо это каста? Нет. Угу. Ну, я смотрел бой ваш против Георда Айетовича. Ну, сомнений у меня нет, что этот бой ваш, и там практически все раунды, если не все, вдовами были. Но все-таки, как показалось, что достаточно тяжело и неудобно проходил бой. Как соперник Айетович проиграл все? Ну, очень неудобно и очень выносливый такой, терпеливый, держащий удар. Ну, мы с тренером, когда перед боем нас смотрели, мы знали, как бы, что нас ждет. Что там легкой прогулки не будет. Он боксировал с тремя там чемпионами мира, которые ни разу его никто не смог уронить. И при этом он еще и сам может, ну, жестко ударить. А с учетом того, что я не на каутер, как бы, уронить его, понимали, что вряд ли получится. Но была опасность еще и самому удар пропустить. Поэтому здесь тяжело было, как бы, раскрыться. Приходилось постоянно после каждой серии или на челноке назад возвращаться, или перекрываться. То есть, в открытую рубку заранее, как бы, установка была там, не входить. То есть, там, там возможно и проиграть. У меня больше такой игровой момент должен был присутствовать. А сам бой вам что-нибудь дал? Может быть, пересмотрели у себя что-нибудь, поняли, в чем надо добавить? Ну, естественно. Я пересмотрел его, я тренера пересмотрел. И сейчас вот, надеюсь, добавим. Уже работаем над этим.